Популяризация и развитие массового спорта. Именно эту цель преследовали создатели системы ГТО в далёком 1931 году, когда она была введена впервые. Программа физкультурной подготовки охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. Для каждой группы предлагались свои нормативы, а за их успешную сдачу участника награждали соответствующим значком. А что же теперь? А теперь инициатива возродилась и вошла в государственную программу. Мы первые даём такой, скажем так, может быть флешмоб, что Брестский регион, как первый регион, наши профессиональные спортсмены сдадут. И эту эстафету мы планируем, во-первых, передать в следующий раз нашим болельщикам всех игровых клубов, ну и другим областям. В прошлом году норматив ГТО в Брестской области сдало более 1600 человек, а приняло участие в прошлом году 10 тысяч человек. То есть 1600 получили в разной категории значки. Более 120 спортсменов и представителей спортивных клубов собрались в одном месте, чтобы побороться за лавры первенства, легендарный значок ГТО, а также показать другим достойный пример, который, несомненно, вдохновит на здоровый образ жизни. Мы первый регион, и первый регион мы должны вводить какие-то новшества. И вот решили, что наши спортсмены должны сдать эти нормативы, чтобы показать нашему населению, что спорт – это круто, что все должны заниматься физической культурой, активными быть, меньше сидеть в телефонах, больше двигаться. Все спортсмены всегда должны находиться в форме. Тем более, вот сейчас только стартует сезон у наших хоккеистов, волейболистов, гонболистов. То есть они уже под нагрузками в предсезонную подготовку прошли. То есть для них уже это должно быть в порядке еще и футболисты, то как раз уже середину сезона прошли. Да, наши спортсмены всегда в форме, а потому челночный бег, подтягивания на перекладине, отжимания от пола, бег на длинные и короткие дистанции, прыжки в длину – все это нормативы, которые сдают участники, не стали для них слишком сложной задачей. Выполнили они ее на отлично, играючи. Такой отдельной подготовки, конечно, не было, но у нас ежедневные тренировки, поэтому физически мы, конечно, готовы. Вот, поэтому пока что все достаточно легко. Вот, посмотрим, что будет дальше. Это достаточно для нас привычно, потому что у нас была предсезонка, где мы сдавали как раз-таки подобные нормативы, так что достаточно легко для нас. Кроме того, высокие результаты демонстрировали и те, кто в спорте не один десяток лет. А как же им удается всегда держать себя в форме, спросите вы? Секрет прост. Самое главное, потому что все-таки люблю заниматься спортом, да, и, в принципе, успех все-таки в постоянстве, в любви к этому делу. Поэтому постоянно пытаюсь как-то вот в свободное время заниматься активностью, не знаю, велосипед, пробежки, плавание. Иногда ленюсь, как все люди, это всем свойственно, вот, но где-то все-таки над собой делаю определенные усилия, проще поддерживать определенный уровень всегда. То есть здесь вопрос системности. Надо регулярно, не надо многое делать, можно немножко, не знаю, пробежаться, пройтись, что-то сделать минимально, вот. Но пусть это будет системно, тогда это вырабатывает определенную привычку, и тогда, ну, проще, проще это делать. Складывается впечатление, что пример профессиональных спортсменов станет примером для всех, от мала до велика, и напомнит о том, как здорово быть здоровым.